Солнечную систему пронизывают космические потоки, которые пропускают внутрь планетарных областей ее гелиосфера. Лучи этих потоков можно применять для всего, что обитает на Земле. Для людей, животных, растений, минералов, кристаллов. Корректирующая работа лучей Риба направлена на саморазвитие человека до функции управления макроуровня. Где область мировосприятия и здоровья являются единой системой отношений. Лучи Риба непосредственно связаны с чакрами. Они передают вибрацию тех частот, которые строят внутренний мир человека, выстраивая его и по семантике, и по сути. Луч Риба-1 взаимодействует с чакрой Сватхистана. Он белоголубой, прозрачный, холодный, расслабляющий, связан со сферой Луны. Луч способен рассекать и отсекать паразитарную или некрозную ткани, опухоли, кисты, папилломы. Им можно проводить хилерские операции. Он может работать как скальпель, а при необходимости раздваивается и становится как ножницы. Отрезает паразитарную ткань и тут же ее прижигает. Например, если Луч работает с папилломами, то на его конце можно увидеть сферу, в которой происходит вся операция. Работа идет в следующей последовательности. Допустим, из клетки вышла слева и справа некрозная ткань. Ее отсекли лучом, затем промыли содовым раствором, далее промазали живицей и зашили золотой иголкой, золотой ниточкой рану. Если имеем дело с опухолевой тканью, то атипичные клетки прокалываются серебряным лучом. Из них вытекает черная жидкость, затягивается в клетку сток и там расформировывается. Клетка сток размещается непосредственно под местом нормирования. Эти клетки всегда есть в организме, но человек о них не знает. Поэтому они не востребованы сознанием и некоторое время бездействуют. Выглядят они как воронка. Их специализация расформировать до уровня изначальных потенциалов все деструктивные ткани. По сути, это дематериализация. Вращение клеткам сток необходимо задавать своим сознанием против часовой стрелки. Это вращение вбирающее, затягивающее, центростремительное. Процесс идет очень интенсивно. После завершения работы в голове, где родничок, проявляется очень сильно выраженная активность. Образовывается цветовой конус зеленовато-желтого цвета. Далее процесс нормирования дирижируется через клетки-преобразователи. От места операции идут импульсы каждой клеточки. Каждая клеточка должна знать о том, что происходит. В них поступает информация, что человек здоров. И в ответ идет подтверждение, что эта информация воспринята организмом. Вокруг очень много энергий, которые приходят на помощь. Очень сильное ощущение тепла, колебания энергий. Высвечивается отнормированное древо жизни. Большинство больных клеток не нуждаются в дематериализации. Их только необходимо отнормировать и промыть святой водой. И они радостно возвращаются в общие связи. В теле разворачивается божественная норма здоровья, которая накладывается на очищенные клетки.